Так уж вышло, что мы все откладываем до последнего момента, не являются исключением и автомобильные заводы. Взять хотя бы Урал, большинство моделей, даже предназначенных для выставок, часто собираются, что называется, в последний день. В этом есть и свой плюс. Всегда можно сказать, что впереди еще будет куча испытаний, модель пройдет обкатку, получит исправление и только после этого попадет в серию. А вот задумывались ли вы, куда деваются эти первые образцы, которые демонстрируют на всевозможных выставках. Возможно, вы знакомы с Уралом 432-065. В свое время этот вездеход с полукапотной компоновкой, предназначенной для сельского хозяйства, много поколесил по разным выставкам. О нем всерьез говорили как о перспективной разработке, даже выпустили небольшую партию шасси и размещали на них всевозможные надстройки. Некоторые из этих моделей можно и до сих пор встретить в жизни. Увы, хорошее начало и перспективы не всегда залог яркого и светлого будущего. Вообще, идея прицепить к бескапотным Уралом капот считалась очень даже перспективной. Даже собрали несколько разных моделей, но дальше все застопорилось, и собранные автомобили затерялись во времени. А вот капоты из пластика можно увидеть до сих пор. Время над ними невластно, и многие словно вчера сделаны. Среди обыкновенных бескапотных Уралов, которые также не вошли в серию, тоже предостаточно. Вспомните, например, Урал 6363. Бортовой двухосный грузовик тоже ведь считался подающей надежды разработкой. Поскольку машина не имела полного привода, то рассматривалась в качестве грузовика для дорог с твердым покрытием. Но в серию машина не пошла. А попадаются среди разработок и совсем уж оригинальные машины. Вот, к примеру, Урал Некст. Разработчики пытались скрестить кабину из серии Некст с оперением из пластика. Или вот еще один проект Уральского завода с камуфлированной кабиной под индексом 2733. На выставках не демонстрировали. Хорошо, хоть фотки сохранились. Скорее всего, все эти перспективные и не очень разработки ржавеют где-то на просторах нашей необъятной родины. На других автомобильных заводах страны отношение к опытным образцам в принципе ничем не отличается от Уральского. Техника, сделанная в качестве эксперимента, хранится где придется. И зачастую отыскать что-то уже невозможно. Продать же подобную технику, что было бы в принципе логично, не представляется возможным. Сертификацию экспериментальные образцы не проходят, а значит участниками движения быть не могут. Хотя наверняка желающие их купить нашлись бы. Не будь этого правила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова